По традиции предлагаю высказаться, впечатления, какие-то свои соображения по прошедшему заседанию Российского комитета. Еще раз всех приветствую, Андрей Владимирович Бабин. На Российский комитет рабочий приезжаю второй раз, о чем, конечно, ни разу еще не пожалел. Очень много полезной информации и также приятно видеть, что работа на предприятии все же ведется, люди интересуются, люди борются за свое положение на производстве и это подстегивает бороться дальше. Вот. Хочу сказать, что бояться не надо. Страх в основном возникает из-за незнания, из-за непонимания какой-то ситуации. И не стоит и этого момента тоже бояться, что-то где-то недопоняли, почитали, посмотрели, товарищи послушали и вроде бы как ситуация проясняется, а уже и страха нет. То есть он, страх-то до какого-то момента возникает в основном. Поэтому не нужно на этой точке останавливаться, искать, искать, получать информацию. Всех хотел пожелать удачи и спасибо. Веден Андрей Анатольевич, город Королев. Атмосфера, как всегда, приятная. Я больше своей честью времени и все время нахожусь в какой-то пассивной среде. К сожалению, у нас как-то сложно. Когда-то, я еще помню, первый раз приехал на РКР, просто меня попросили здесь ознакомиться. И я не знал, что мне скажут, иди что-то скажи, выступи. И я в первый день просто не знал, что выступил. Сказал, что просто то, что меня волновало, я сказал, что самое страшное, то, что вот или проблем нет с законодательством, с возможностями. У нас настолько все демократичные законы. И людям объединиться и стать сильнее своего работодателя или там любого какого-то эксплуататора, это легко. А вот взять, всем осознать это и объединиться, это почему-то сложно. Вот это пока, к сожалению, задача, ну, то, что у меня на предприятии, очень сложная. А здесь я просто очень приятно видеть людей, которые это осознают. И среди единомышленников, так вот, поработать два дня, это просто очень приятно. Я надеюсь, что потихонечку к нам люди будут все-таки присоединяться. И не будут чувствовать себя такими объектами, на которые все время кто-то давит. И поднимутся, и начнут тоже что-то организовываться и становиться более субъектными такими сознательными товарищами, рабочими. Вот. Ну, вот, как-то так. Спасибо. Глава Шантон, Балтийский завод. Ну, вот я присоединюсь к предыдущему оратору. Жалуемся на рабочих, то, что не могут организоваться для коллективной борьбы. А у нас рабочие, допустим, вроде бы осознанно, ну, осознают необходимость коллективной борьбы. Ну, если они не могут на этот, на РКР приехать, тоже коллективные решения принять, зачем жаловаться тогда на своих коллег, которые не хотят участвовать в борьбе. Нужно приезжать на РКР, принимать коллективные решения, брать на себя обязательства и выполнять их. Спасибо. Глава Шантон, Балтийский завод. Товарищи мне пишут, что сейчас приедешь, после РКР, будешь как аккумулятор заряжать нас позитивной энергией, передавать все, чтобы не унывали, помогали, ну, в борьбе друг с другом и объединялись. В общем, все. Спасибо. Горбушкин Сергей, город Литра Сталик, командир. Но я хочу сказать, что сейчас такое время, когда дошло до вооруженного противостояния, в этой вооруженной борьбе участвуют рабочие со всех сторон. Рабочие, они производят оружие, военную технику. И на поле боя воюют тоже рабочие. И, естественно, буржуазия наша, она понимает это и начинает как-то рабочих подкармливать. И уже разговоры идут. Даже ФНПР, сейчас буквально на днях перед РКР, было собрание ФНПР, и там наступал Путин, и говорил, что наша задача обеспечить достойное существование, достойную зарплату российских семей. Но мы как раз об этом здесь и говорим, чтобы обеспечить достойную зарплату и существование всех российских семей, всех рабочих, нужны практически шаги, чтобы это все реализовывать. И вот ФНПР-то много ругает, что практически шаги там такие сухорные и не особо эффективные. Но вот мы на Российском кабинете рабочих говорим о более, о тех шагах, о тех практических мерах, которые реально будут увеличивать благосостояние российских семей. И в этом плане другого места такого нет. Вот даже в ФНПР у них программа есть, и они признают, что существуют непреодолимые противоречия между трудом и капиталом. И вот эта идеология социального партнерства, которая предлагается, что надо договариваться, все равно в какой-то момент договориться будет невозможно. Либо рабочие победят и улучшат свое существование, либо победит буржуазия и улучшат свое существование. И вот в это время такой острый и напряженной борьбы, когда буржуазия понимает важность рабочих, и нужно рабочим проявлять инициативу и требовать себе улучшения условий труда, коллективно объединившись, естественно. И в такое время, ну это время возможностей, в общем-то, для рабочих, для всех трудящихся, когда можно добиться себе более лучших условий труда, чем в какое-то ни было время до этого. Поэтому всем рабочим, конечно, всем трудящимся, всем коллективам борющимся необходимо объединяться, приезжать, естественно, в Российский комитет рабочих, обсуждать практические шаги по улучшению своих условий труда и действовать в этом направлении, потому что сейчас такое время, что либо они, либо мы. Вот. Спасибо. Товарищи, я хотел бы отметить тот факт, что, по крайней мере, на моем веку, сколько я уже участвую в РКР, я вижу, как мы, все-таки у нас это новое поколение рабочих, старые товарищи уже ушли на пенсию, оставят нам наследие своих побед в прошлых, и наша задача сейчас это продолжить. И я вижу, как мы переходим от теории уже посредственно к практике. Все больше рабочих приступили к реальной борьбе на своих предприятиях, это радует. И практика раскрывает дальнейшее видение, что делать дальше. Мы углубляемся в понимание того, как действовать дальше. Восстановления становятся более конкретными. Вот. И я хотел бы еще сказать о том, что вышла такая брошюра, точнее, она давно уже вышла, но вышло переиздание ее. Называется она «Введение трудового спора за заключение коллективного договора и соглашения». Она вышла при поддержке Федерации профсоюзов России, Объединения рабочих профсоюзов защиты от труда, Портовой организации российского профсоюза докеров Морского порта Санкт-Петербурга и Фонда рабочей академии. За авторством Константина Васильевича Федотова, докера-механизатора Морского порта Санкт-Петербурга, и Михаила Васильевича Попова, всем известного. Здесь содержатся образцы юридических документов, которые составлялись на те жизненные ситуации, которые возникали непосредственно в борьбе за продвижение прогрессивного коллективного договора докеров. И эти документы подтверждены, проверены и подтверждены практикой жизни. То есть советую ознакомиться всем. Возможно, не все из этого пригодится, потому что у каждого будет своя ситуация на предприятии, но я уверен, что многое пригодится отсюда. Вот, и всем успехов в борьбе. Комитарец Андрей Николаевич, женский завод космос, машинист экструдера. Ну, по крайней мере, в коллективе, с товарищем, особенно в основном те, кто меня направляет, они как бы вообще интересуются, да, куда ты едешь. Нижний Новгород, ну, это как бы понятно, да, а что за мероприятие, и получается, ну, как бы берет Российский комитет рабочих. И вроде как не совсем понятно, да, зачем вы там собираетесь, чем вы вообще занимаетесь, зачем это вот все, да. И получается, что я вот каждый раз сюда приезжаю, и мне вроде кажется, ну, есть вот какие-то основы, да, там, потому что мы боремся за повышение реального содержания заработной платы, за сокращение рабочего дня, ну, там, за улучшение, ну, и так далее, да. Но получается, как бы, на бумаге-то оно все хорошо, но это же нужно переведить в теоретическую часть, как бы, в практическую. И каждый раз в очередном РКР я действительно для себя узнаю очень много... Ну, во-первых, как бы утверждаюсь уже в том, что я знаю, да, что оно действительно вот работает, и узнаю очень много каких-то вещей, которые можно реально применять на практике здесь и сейчас, да, то есть, и поэтому каждый раз приезжая к себе на предприятие, то есть, ну, воодушевленный в некотором смысле, я начинаю рассказывать людям, распечатывая постановления, как бы показываю, что действительно, вот, вот какие постановления были приняты, да, какие решения, в какую сторону нужно двигаться, выполнять эти решения, да, и людям становится, на самом деле, как бы понятно, да, куда двигаться, но все равно остаются, как бы, вопросы, даже вот в том числе вопрос по заработной плате, да, который, как вы будете повышать, да, сразу до реального содержания, до стоимости рабочей силы. И люди, конечно, задают этот вопрос, а как мы на практике этого, откуда будут браться деньги, и, как бы, предлагаются вот эти вот решения, там, что-то разбить как-то, то есть, люди все равно вовлекаются вот в этот вопрос тем или иным образом, и на текущем РКР, как бы, я вообще, ребята на практике применили, ну, для меня это просто новшество с формированием конференции, да, то есть, я как бы там посмотрел документы, то есть, к чему я иду, что, ну, сейчас вот я еду к себе на предприятие, я уже, как бы, знаю, что я буду делать, о чем я буду говорить, какую идею буду доносить в этот раз, то есть, как бы, двигаться в сторону формирования вот этой конференции, ну, поскольку, получается, что без нее в будущем никак, и обращая внимание и делегатов, и кто у нас будет смотреть, да, то есть, обратите внимание на, вот, как бы, более пристально, да, чтобы, может быть, вы тоже сможете использовать, ну, в принципе, это надо использовать и у себя на предприятии, ну, и, как бы, желаю всем успешной борьбы. Время, товарищи, я приезжаю на Российский комитет рабочих уже, наверное, раз восьмой, я, честно говоря, даже сейчас не вспомню уже, года четыре уже, получается, есть, вот, второй раз мне удалось принять участие в ведении Российского комитета рабочих, и я очень рад, что практика вот эта переизбрание ведущих, она уже становится традицией, и это происходит второй раз, и я лично на своем опыте могу сказать, что эта практика очень прогрессивна, в том смысле, что если человек участвует в ведении собрания такого уровня, да, Российского комитета рабочих, приезжая в свой коллектив, провести собрание своей инициативной группы, ну, это уже вообще проще простого, там любая повестка просто раскидывается очень легко, очень собрание проходит результативно, поэтому я рад, что эта практика, в общем-то, нашла, так скажем, отражение в дальнейшем и будет использоваться. Вот, что хотел бы сказать по поводу нашего, опять же, опыта, да, и поделиться, так скажем, такой мыслью, что вот я уже уточнил, что восьмой, почти, наверное, восьмой раз я приезжаю на Российский комитет рабочих, и вот только сейчас какие-то шаги мы начали делать практически в коллективе. Что я хочу сказать, что вот организация коллективов, вот эта борьба за улучшение рабочих, это процесс длительный, нужно готовить этот процесс. На раз-два не получится ничего, это надо учитывать. Вот, если мы в эту работу включаемся, нужно понимать, что просто не будет. И даже элементарно, вот, вроде здесь все все понимают, все уже подготовленные товарищи в основном приезжают, кто не первый год изучает вот эти методы борьбы за улучшение рабочих. Но даже выработать решение порой бывает сложно. Решение в постановлении, какие-то такие процессы достаточно сложные получаются. И поэтому все-таки нужно готовиться, что с первого раза не получится, со второго раза не получится, с третьего раза получится. Обязательно получится. Может, с четвертого. Но, тем не менее, если в эту работу сейчас не включаться, да, что вот именно важно хотел бы отметить, что, учитывая, что я заметил вот этот момент, что это не так просто, что это длительный процесс, нужно в него сейчас включаться. Потому что, если сейчас не включимся, оно дальше-то только хуже, хуже, хуже будет. Чтобы оно улучшалось, нужно делать сейчас. Начинать работу по организации коллективов за борьбу, за улучшение положения в работе. Спасибо. Дмитрий Юрьевич шил в Ольгинград. Ну, тоже давно уже езжу. Значит, наверное, на комитет что-то заскать, что ну, не все я понял на самом деле, потому что сложные вопросы действительно требуют еще и осмысливания. Так, что-то в общих чертах, но когда этого опыта нету, то это, ну, сложно представить все эти структуры профсоюзные и как именно это примерить на своем предприятии. Ну, могу сказать, что вряд ли у нас, конечно, будет поддержка поддержка профсоюза, да, нашего вот таких требований. Может быть, что-то там частично, вот, они могут, но такие прогрессивные пункты, ну, так уже я понял, что это болото, как бы. Поэтому задача сложная, вот, ну, тем не менее, придется делать. Ну, конечно, вот, одиночку тут ничего не решить. Вот. На самом предприятии. Когда есть поддержка, это очень здорово. Вот. Ну, в общем, в целом, очень плодоборно, очень это самое интересное, полезное, для борьбы, для обычного класса. Так что всем спасибо большое, что приезжаете там, делитесь. Вот. Так. И всем удачи в борьбе. Просто я говорил, что присутствует немало такой пассивности в коллективе. У Дмитрия Юрьевича тоже не все так хорошо складывается и нет поддержки, я так понимаю, даже одного какого-то человека, чтобы быть не одного, еще что-то. Но в то же время я хочу заметить, то, что очень много людей, вот я замечаю, как и на проходных, когда газеты раздают, вот, народную правду, и даже вся в коллективе поддержка. Знаете, вот, есть много людей, которые рады, что вот есть, теплится огонь где-то, и они тебя поддерживают, вот, готовы делегировать, готовы брать газеты. Они даже рассуждают позициями, причем они вчера не рассуждали такими категориями, как вот в газетах пишутся, научными там какие-то. Они уже знают, что такое реальное содержание зарплаты, они знают там еще что-то, как зарабатывать зарплату, кто производит деньги и так далее. Ну, то есть, это хорошо, правильно, то есть, я чувствую, что в головах людей много вот так растет, знаний, вот, из газет, из общения и так далее. И им нравится, что вот кто-то борется, ну, вот, всю жизнь так не получится, кто-то будет еще бороться, из этого что-то вырастет без вас. Так что, товарищ рабочий, не просто вам должно быть нравиться, но нужно поддерживать, и вот как, в принципе, у нас в докладе говорилось, что и материальные, и помогать газеты разносить, и хоть как. И если вы боитесь в коллективе, там, работодатель, еще что-то, я не знаю, партийную ячейку организовывать, это огромное будет дело. Огромное дело такое тоже. В ту же сторону, в пользу ваших классовых интересов, рабочего класса. Спасибо. На Волге широкой, на Стрелке далекой, в утках никого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. А городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Рубашки нарядной, своей ненарядной, Свечо нам не снится хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, А нынче не вышла в назначенный срок. Среда не забыто, на книгой раскрытой, склонилась подруга в окне золотом. До утри и смены, до первой сирены, шуршат осторожно шаги под окном. До утри и смены, до первой сирены, шуршат осторожно шаги под окном. О летние ночи, буксирок уточки, Толнуется парень и хочет уйти. Но девушкой краше, Ченцор, маме нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром у входа Родного завода Влюбленному девушку Влюбленному девушку И скажет немало, Я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. И скажет немало, Я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. На Волге широкой, на Стрелке далекой, Гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. 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 Продолжение следует...